А тут много роскошных домов. Здравствуйте, вы же заказывали фотосессию? Я Брайан, и я профессионал. Даже знаменитости оставались довольны моими работами. Кхм-кхм, у нас нет времени на разговоры. Советую вам уже приступить к делу. Я так рада, что смогу пополнить наш альбом новыми красивыми фото. Богатая мама Жасмин может себе позволить супердорогую семейную фотосессию в элитном районе Трум-Сити. Да и нанять целую команду визажистов тоже не проблема. Улыбочку. Может, ваша дочка наденет очки, а не будет чуриться? Я же тебе купила очки от Леор. Надень их. Ладно. А камера вас любит. Я в восторге. Покажете, что получилось? Конечно. Я считаю, что кадры просто потрясающие. Они наберут тысячи лайков в Инстаграме. Вы, видимо, шутите? Это же ужасно. Я не собираюсь за это платить. Почему? Может, дадите хотя бы пару долларов? Ну вот, опять то же самое. Сегодня нас ждет незабываемая семейная фотосессия. Милый, дай я поправлю тебе галстук. Ой, а вот старое фото с моим бывшим ему лучше не видеть. Солнышко, ты готова? Ах, что за ужасная помада. Она слишком яркая. Я помогу ее стереть. Отстань, мам, я же не маленькая. Тогда заходи внутрь, а я пока поправлю макияж. У Джулии, бедной мамы, нет денег, чтобы заказать услуги фотографа. Но зато есть отличная бюджетная альтернатива в виде фотобудки. Милый, я готова. Пойдем. Не нравится мне эта затея. Здесь немного тесно, но ничего. Давайте сделаем побольше милых и забавных фото. Мне становится тяжело дышать. Не обязательно иметь кучу денег и нанимать профессионалов, чтобы сделать классные семейные фотографии на память. И Джулия об этом знает. Фото просто супер. Очень миленькие. О, а Кайя здесь выглядит такой смешной. Когда у нас появятся деньги, будем чаще посещать фотобудку. Богатая семья в предвкушении. Их ждет пикник и замечательное времяпрепровождение на свежем воздухе. Так, что мы делаем дальше? Дорогой, предоставь это дело мне. Милая, перестань баловаться. Итак, ты поставишь возле дерева палатку, а ты достанешь сладости и покрывало. Все-таки под четким руководством Жасмин все организовывается быстро, как по щелчку пальцев. Этим рецептом со мной поделилась моя мама. Такое живописное место, надо его запомнить, чтобы в следующий раз сюда вернуться. Я считаю, что такие прогулки делают нашу семью только дружней. Да и нам надо чаще бывать на природе. Ага. Кто вообще придумал пойти на пикник в лес? Здесь жарко, много насекомых и нет вайфая. Может, мне кто-нибудь поможет? Почему я несу все это одна? Я в последний раз соглашаюсь на подобное. Ой, Джулия, аккуратней. Где спрей от москитов? Когда мы пойдем домой? Мы только пришли. Давай я лучше расскажу тебе, какие виды растений можно найти в нашем лесу. Это скучно. Тогда я покажу, чему меня научили в моей молодости в лагере. Я уже устала. Фрэнк, милый, займись делом. Построй шалаш. Почему именно я? Потому что ты бывший скаут. Нет. Бывших скаутов не бывает. Эх, мне всегда приходится делать самую сложную работу. Кая, подойди сюда. Будем с тобой делать стол. Бери с другой стороны. Иии, здесь же все грязное. Этой бедной семье командная работа порой дается сложно. Но они не привыкли сдаваться. Раз нет денег на покупку палатки, ковриков и прочего, то приходится делать все своими руками. Время обеда. Наконец-то. Выглядит вкусно. Да и я как раз проголодался. Приятного аппетита. Ну, может, хоть здесь я смогу спрятаться от москитов. Не против, если мы к тебе присоединимся? Конечно, нет. Только вот здесь мало места. Ничего, в тесноте да не в обиде. Что-то я устал от палящего солнца. Хорошо у вас здесь. Это какой-то ужас. Все тело чешется. С меня хватит. Я больше не могу терпеть этих надоедливых мошек. Можете остаться. А я ухожу. Увидимся дома. Добрый день. Что будете заказывать? Смотри, какие аппетитные капкейки. Дороговато, но ничего. Их мы и возьмем. Отличный выбор. Они вам понравятся. Держите. Привет, девочки. Простите за опоздание. Что это? Капкейк? Я тоже хочу один, но этот дешевый. А мне нужен подороже и эксклюзивнее. Эм, как пожелаете. Что же делать? У нас продается только один вид капкейков. Придется импровизировать. Добавлю немного съедобной золотой пыльцы. Новый ценник. И готово. Мисс? Совсем другое дело. Они выглядят миленько. Интересно, а что насчет вкуса? Эм, он черствый. У меня тоже. Ужасный вкус. Это потому, что они дешевые. Я ошиблась. Эмили начинает свое утро как ультрабогатая девушка впервые. Поэтому услышать такой будильник она никак не ожидала. Доброе утро, мисс Эмили. Погода за окном, солнечная, дождь не ожидается. Спасибо, Джет. Мне нужно одеться. Постойте, мисс Эмили. Если вы хотите выбрать наряд, вам нужно всего лишь воспользоваться лукоподбором. Сейчас я вам все покажу. Ого, мне нравится этот девайс. А вот наряд неплохой, но не сегодня. А как вам такой вариант? Хм, ну я даже не знаю. Понял, смотрим дальше. Вау, это оно, то, что нужно. Неси этот. Хороший выбор, мисс. Ваш наряд, мисс Эмили. Что? Ах да. Вау. Он просто великолепен. Уже не терпится примерить. Спасибо, Джет. К вашим услугам, мисс. А ты не ультра-богатая Эмили будет носить только самую дорогую одежду и пользоваться самыми дорогими девайсами. Да? Новые гаджеты? Еду. А вот Эллен, хоть и достался статус богатой леди, она, похоже, осталась не очень-то этим довольна. Зависть к несметным богатствам сестры все-таки не дает ей покоя. Так что это просто богатая девчонка. Решила во что бы то ни стало продемонстрировать свое превосходство над Эмили. Не то. А вот это идеальный вариант. Сейчас я покажу, кто здесь самая крутая и богатая. И только Эндрю, несмотря на свою абсолютную бедность, остается добряком. И чтобы не унывать, даже придумал свою бюджетную версию дорогого девайса Эмили. Попробуй этот лук. По-моему, идеально. Джинсы, правда, придется оставить эти. А так, красавец. Вау, кто это? Неужели Зои? Какой прекрасный денек. О чем болтаете, ребята? Ты сегодня так прекрасно выглядишь. Тебе идет новый образ. Ой, правда, вы меня смущаете. Не надо, что вы. Нет, нет, это все тебе. Может, как-нибудь погуляем вместе? Спасибо, вы так добры. Я подумаю. Ой, что это? Землетрясение? Спасите! Мисс, мисс, очнитесь. У нас здесь не принято терять сознание о цен. Что? О, я просто замечталась. Но такое мне денег не хватит. Извините, я пойду. Прошу вас. Ничего. Когда-нибудь я куплю себе это платье. Ауч. Ты? Что ты тут делаешь? Потерялась, что ли? Держите, мне как раз нужно недорогое платье для колледжа. Прекрасно. Скромно и со вкусом. Прощай, мечта. Ой, и она тоже здесь. Я что, забрела в какой-то аутлет? Не верю своим глазам. Ультрабогатые клиентки не каждый день заходят. Вам чем-нибудь помочь? Не так быстро. Я еще не подобрала украшения к этому платью. Секундочку, мне надо подумать. Знаю. Держите. Это вам в подарок за посещение нашего бутика. Вау, это идеально мне подходит. А это вам, мисс. Спасибо, что почтили наш бутик своим присутствием. Миленько. Вы угадали. Я не ношу ничего без бриллианта, хотя бы в пять карат. Повезло. Ну, а это вам. Подарок? Упс. Ладно, посмотрим, что здесь. Ой, это такая же сережка, как и у остальных девушек. Мне идет? Возможно, вас заинтересует эксклюзивная футболка BTS. Ааа, BTS? Как видите, здесь автографы всех участников. Вау, это моя любимая группа. Дай сюда. Мне первой предложили. Ага, они готовы драться за эту футболку. Она моя. Осторожно. Опс, это не я. Куда же вы? А кто будет платить за испорченную вещь? Кажется, девочки совсем избалованы. Взяли и испортили такую вещь. Попробую ее зашить. Эй, я тоже хочу. Здесь вообще-то очередь. Потерпи. Эта история с моим охранником меня так рассмешила. О, в нашем колледже будет проходить конкурс красоты. Ну, это не для меня. Ну что ты, почему нет? Ты должна участвовать. Нет, у меня нет шансов. Неправда. Все, ты участвуешь. Расступитесь, пожалуйста. Давай, Джесс, не бойся. У тебя получится. Ну, хорошо. Я попробую. Это так волнительно. Ну, пойдем. Брысь. Дайте дорогу будущей победительнице. Конкурсанток много, Кая. Ага. А я такая. Одна. Все достойны победы, вообще-то. Это мы еще посмотрим. Стоп. Мне показалось или... Что? Не переживай, Джесс. Я помогу тебе приготовиться к конкурсу. Ты участвуешь? Серьезно? Вы, должно быть, шутите? Ой, вот клоуны. Эй, вы весельчаки. Держите вот. Найдите себе занятие поинтересней. Не обращай внимания, Джессика. Не расстраивайся. Они просто глупые. Не забывай, что ты не одна. Друзья, подскажите, как мне обойти Каю в конкурсе? Жду ваши идеи в комментариях под этим видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...